Привет! Мы на прямом эфире. Хочу с вами поговорить, поделиться про Бе-12. Да, классно. Ребята, сегодня буду рассказывать, поделиться своим жизненным опытом, что ли, можно сказать. Что-то вроде такое про Бе-12. Ситуация, то, что со мной случился про Бе-12, буду об этом рассказывать. Но я сначала хотел вообще всем поздравить с прекрасным, великим праздником Шива Магаратри. Сегодня крутой день. Сегодня просто мой любимый день. Один из моих любимых дней. Это праздник Шивы сегодня. Всех поздравляю. Это на самом деле лунные явления. В этот день поднимается уровень воды во всем нашем местопитаемом. Вот это местечко, местечко и прекрасная земля. И в теле тоже поднимается уровень воды. Поэтому сегодня как бы празднуют этот день. Не спят всю ночь. Попробуем, постараемся не спать всю ночь. И всех поздравляю. Это Магаршива Ратри. Такое тоже. Спасибо. Вот этот месяц, мне кажется, это месяц медитации. Столько таких красивых цифр, которые надо закрывать глаза и помедитировать, пожелать что-то хорошее. Ладно, вообще начнем тему про Бе-12. Хочу рассказать вам про Бе-12. Про то, что я знаю об этом. И вообще с чего все началось? Где-то Хэллоуин это было. Хэллоуин этого года. Наш друг празднует свой день рождения. И один наш другой друг, который у нас заказывал тоже Витгарас, у меня спросил, что... Так, а этот... А как это может быть, что в Витгарасе есть Бе-12? Я говорю, да нет, не может быть. Он мне говорит, да у вас на упаковке написано. Я говорю, да? Ну, я сам сделал вообще эту дизайн упаковки. Ну, поскольку я... Как бы текст мне дали. Я, кстати, потом вспомнил, что да, я прочитал это, но я как-то не обращал внимания. Витгарас, всем нам говорят, что он не существует. Бе-12 растительный, как бы, исход... Ну, как бы, нет растения, которые в нем содержатся, Бе-12. Все это говорили, все это говорят. И я так говорил, так думал. Ну, это... Это просто миф оказалось. И началось все из того, что в тот вечер у меня... Задали мне такой вопрос. И потом я пошел в интернет и посмотрел, да, действительно, Витгарасе есть Бе-12. Ну, конечно, его количество намного меньше, чем суточной дозы. И я узнавал про... Начинал узнавать про Бе-12. Конечно, в этой же время... Game Changers. И там говорили полностью про Бе-12. До этого фильма я тоже об этом узнавал, что на самом деле люди раньше получали Бе-12 из земли. Когда они воду пили из ручья или родника, или же ели овощи, фрукты, там, на нем чуть-чуть земли, они так получали. То, что животные, это тоже у них не производится Бе-12. Они просто накапливаются Бе-12, излишки Бе-12, сохраняются в мышечной массе. Ну, в общем, второй момент 30 декабря вышло несколько видео на ангельскоязычный YouTube-канале, который я подписан, про то, что есть растение, оказывается, даквит называется, утичная трава, или ряска по-русски называют его. В нем содержится, оказывается, большое количество Бе-12. И я помню, вообще, я хотел, конечно, сказать, что я не эксперт, я просто человек, который столкнулся с этим, узнал, и я сейчас буду просто делиться своим опытом, то, что я узнал в интернете про Бе-12. Просто постараюсь коротко, ясно вам рассказать, то, что узнал про это. Когда фильм «Джокер» вышел, мы постоянно выкладывали какие-то картинки с Кен Фениксом, и его тема веганства, и все такое, я однажды выкладывал в тему, и одна девчонка начинала мне писать, что я... В итоге она мне сказала, что я тупой, потому что я не ем мясо. Из-за того, что я писал по-русски с ошибками. Ну, она мне говорила, что это Гонева не ест мясо, и Бе-12, из-за Бе-12. И я говорил ей про то, что люди раньше получали, и самый безопасный источник – это получить его в виде пищевой добавки. И тогда я начинал тоже про Бе-12 узнавать. И что такое вообще Бе-12? Оказывается, это биоактивные биоорганизмы, это бактерии, по сути. Это, по сути, живой организм, и это организм, который... Она состоит... Основной его часть – кобальт. Кобальт есть такой вещь, есть такой минерал, что ли, по сути. И получается, зачем она вообще нам нужна? Она, насколько я понял, это кровоносная система помогает его, и нервную систему поддерживает. Его нехватка может очень серьезно показаться на организме. Симптомы такие есть, как анемия, все нервные окончания слабы, все вываливается из рук, или есть, короче, такое, что... Вот эти... На языке есть такие штучки, как это сказать. Они, короче, исчезают, то есть язык становится полностью гладким. И также на кровоносную систему они сильно влияют, они помогают, как бы, в самосоздавании кров через них получается. В синтезе они очень сильно помогают, и если их тоже не будет, получается, вообще даже инфаркт можно получить за нехватки B12. Есть, конечно, разные симптомы, и вообще в этой теме очень-очень-очень много неизученных вещей, очень большие загадки, и как бы человечество это, конечно, узнавало буквально лет... в середине прошлого года, в сороковых годах, первый раз узнали, что такое B12. И... самое интересное, что сорок процентов населения страдает нехваткой B12, и большинство из них едят мясо. То есть тут есть аргумент главный, что, типа, те, кто не едят мясо, то и, короче, страдают от нехватки B12. Ну, это вообще миф, это вообще... то есть просто враньё. И большинство людей, которые не едят, то есть едят мясо, тоже страдают. И те, которые не едят, тоже бывает, что страдают. Но одновременно есть, например, сыроедие, которые не страдают нехваткой B12. У них всё нормально с этим. И тут, короче, вопрос стоит, как вообще можно понять, у тебя нехватка B12. Только что я симптомы рассказывал. Ну, более лёгкий способ это пойти просто анализ давать. Ну, его анализ надо обязательно давать с анализом... То есть если вы идёте давать анализ на B12, вы должны ещё давать анализ на такой аминокислот, который называется гомосистин. Такой аминокислот, оказывается, существует. Потому что его избитка, оказывается, останавливает синтез B12. Она получается, по сути, его источник, это, как я уже сказал, земля. Ну, сам организм тела способен его синтезировать. Эти бактерии он способен синтезировать в большом кишечнике. Ну, очень интересный момент, что в большом кишечнике они не усваиваются. Они не усваиваются в большом кишечнике, но бывает, что они усваиваются в тонком кишечнике. конечный, то есть, проход вот этот, конечный, третье отделение тонкий кишечник, он может его усваивать. Но не у всех людей она там, как бы, создается, синтезируется. Потому что это очень сильно зависит от состояния микрофлоры кишечника. То есть, у тех, кто есть проблема с микрофлорой кишечники, она не синтезируется в теле. Независимо от того, что ты ешь мясо, не ешь мясо, и обратная сторона. То есть, ты сыроед, у тебя проблем нет. У мамы, например. Ну, у дочки, дочка тоже сыроед. Наоборот, у мамы проблемы, у дочки сыроед, проблем не было. В общем, получается, что очень интересный еще момент, что сама анализ, когда вы даете на B12, может, в вашем организме есть B12 достаточно, но она не может усваиваться. Очень интересный момент, что она может быть в организме. Как я говорил про этот гомесистин, вот этот избиток этого аминокислота может как бы ставить барьер для усвоения этого B12. Поэтому анализ обязательно надо давать с этим анализом аминокислот. и что я там дальше хотел вам говорить? Какие способы для того, чтобы принимать B12? Это один из них это есть мясо. Второй это есть землю. Просто брат, не имите овощей и зелени есть. Ну, и это и другое это, конечно, отряд вообще просто экстремальных событий. Потому что и мясо, и земля, если ты ешь, то есть гарантия того, что у тебя будет глисти потом очень вероятно большой. Что ты зацепишь с этим мясом, с этой землей просто кучу глистов с собой. и эти же глисти опять мешают синтез B12. То есть у человека, который глистит тоже это неправильная микрофлорная кишечника и у него тоже не синтезируется. У него может быть B12 в рационе он употребляет, но они не синтезируются. То есть его тело не получается. Поэтому и дефицит. Также оказалось, что есть большой ряд растений, которые в них содержатся B12. Вот это доквит. мы положили вчера пост Витгарасе, вакуум-то Витгарасе, и сегодня положим будет еще пост про этот эфир, и там будут фотографии этих растений, которые я вам скажу. Доквит, это ряска по-русски называется, это оказывается аквариум сверху уже растет, вот эти маленькие штучки зеленые, лепестки зеленые, такой маленькие корички, оказывается в них содержится огромное количество B12. И существует разного вида B12, некоторые усваиваются в организме, некоторые нет. Вот в этом доквите есть тот, который усваивается в организме. Также оказывается в Аплепихе есть очень много B12, Витгарасе есть B12, и есть растение девисиль называется, цветок такой, девисиль, в нем тоже есть B12. Есть очень много водорослей, которые в них есть B12, тоже есть большой спор, что это не активнее или активнее B12, но именно про доквит, который я вам говорю, точно я знаю, что это активнее именно тот B12, который нам нужно. Где получить этот доквит, либо можно заказать на iHerb, есть еще российская компания, которая в сухом виде доставляет, я могу же это же у себя просто выращивать вот так, исчерпывать и сидеть. Но если там не будет в этом аквариуме рыбок, больше вероятность, что там не будут всякие глисти и всякие там животного происхождения, ребят, тышки. В общем, нам нужно 20 миллиграмм ежедневно B12. Его измеряют в миллиграммах. В доквит в этом растении, в сыром растении, то есть в мокром растении, ну 13 грамм этого растения хватает. Ну в облепихе есть 37 миллиграмм 100 грамм облепиха 37 миллиграмм B12. То есть 6 грамм облепиха хватает, чтобы получить суточные дозы B12. Я тут еще раз добавляю, что получение B12 это не означает его синтез в организме. То есть вы можете его получить, он может скапливаться в вашем мышечном ткани или в вашем печени, но это не значит, что ваше тело получит B12. Надо анализ на аминокислот, о которой я говорил, и узнать, происходит синтез или нет. Витгорасе тоже есть B12, но в 100 грамм Витгорасе содержится 0.30 миллиграмм B12. То есть нужно будет побольше Витгораса пить, чтобы получить B12. Ну, также хочу в конце добавить, что залог успеха в теле, залог долгожительства, залог омоложения, залог приятного тела это очищение его. То есть если микрофлора кишечника будет в порядке, если там не будет гелисти, не будет ребят, которые едят нашу еду и иногда дают нам как бы сигнал, что я еще кушать хочу, что-то я не наелся, шоколадико мне давай, или там миску меня не хватает, без хлеба я не могу, как же вы без хлеба живете, или даже сладкого. Если кишечник будет в порядке, то проблем не будет, будет всегда B12, синтезироваться в конечный этот час тонкого кишечника и будет там синтез происходить. Поэтому, ребята, очищение, голодание, чистить свой организм периодически нужно. Скоро вообще пост для тех людей, которые не веганы, очень хороший шанс, чтобы попробовать какое-то время быть веганом и потом остаться веганом навсегда. Поэтому через чистки легче всего приходить. И если регулярно делаете чистки, это залог того, что меньше у вас глистов, меньше проблем с выделительной системой тела, и он легче может выбрасывать всю грязь, которую хочешь, не хочешь, независимо от того, что на какое ты питание, ты будешь есть ядовитую еду, к сожалению. И поэтому надо периодически делать чистки. Чистки рулит, baby. В общем, всех вас люблю. Благодарю, что послушали меня. Был рад вещать для вас. Классно. Благодарю. До новых встреч. Пока-пока. Шива Магаратри. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok